Иногда, когда говорят русский космизм, то включают в это понятие буквально все, начиная от Платона и заканчивая Владимиром Соловьевым. Платон, понятно, тоже ведь русский философ писал о космосе. Не все, где есть космос — космизм. Понятно, что космос, что в переводе с греческого означает «украшенный», это мир, и любая философия занимается миром, занимается бытием, занимается тоонтес, но совсем не обязательно становится от этого русским космизмом. Русский космизм — это определенное направление в русской философии, которое я бы обозначил как проектная философия. То есть это философия воплощенного общественного идеала, конечного идеала. О конечном идеале так называлась работа Николая Ситницкого, изданная в Харбине в 1927 году, в русском Харбине, где он, полемизируясь с новгородцем, говорил, что не может быть общественный идеал неким магнитом нереализуемым, который притягивает к себе историю. Идеал должен быть воплощен здесь и сейчас в истории. И какой идеал? Идеал человеческого бессмертия, идеал воскрешения мертвецов, идеал продления человеческой жизни за счет либо удлинения ее срока спасения от смертельных болезней, либо возвращения умерших на эту землю путем неких технологических, научных манипуляций, либо перенесения человеческой жизни в межзвездные пространства, освоение космоса, освоение космических пространств. Вот, собственно говоря, там, где философия становится практической философией, реализованной в виде вот такого фантастического проекта, мы можем говорить о наличии элементов космизма. И здесь, конечно, основателем, основоположником русского космизма необходимо считать Николая Федорова, библиотекаря Румянцевской библиотеки в Москве, который придумал философию общего дела. Так назывались два тома его сочинений, изданных посмертно его учениками Кожевниковым и Петерсоном. Один из этих томов был издан в городе Верный, Алмата. Вот, собственно, сам текст Федорова, у него было много текстов, он писал такой один большой мегатекст, назывался «Записка о небратском состоянии человеческого рода» и о причинах, я сейчас не привожу точное название, оно очень длинное, и о том, что необходимо сделать, чтобы человеческий род снова стал братским, чтобы люди стали братьями. А как же люди могут быть братьями, когда их отцы умерли, когда их отцы и сливают в могиле? И вот для того, чтобы осуществилась некая высшая справедливость, необходимо заниматься наукой, необходимо овладеть всеми атомами природы и вернуть эти атомы в надлежащее состояние, чтобы победить смерть. Федоров называл это «регуляцией природы». Регуляция природы включает в себя множество наук, в том числе такие экзотические науки, как метеорология, о которой говорил Федоров. То есть мы должны научиться владеть небесными явлениями, мы должны подчинить себе дождь, грозу, мы должны низвергнуть воду на землю, когда засуха, когда есть угроза урожаю. Мы должны регулировать космос с помощью достижений науки и, в частности, с помощью того, что человечество тратит себе во зло с помощью оружия. Есть две вещи, которые ненавидел Федоров. Это гонка вооружений, как бы мы сейчас сказали, и это женские штучки-дрючки, косметика. Вот вместо того, чтобы тратить средства, тратить силы на борьбу со смертью, человечество бессмысленно тратит свои силы и ресурсы на украшения для женщин и на производство вооружений. Необходимо сделать это средством для более благих целей, вот именно для приобретения человеком его бессмертия. Приобретение человеком его бессмертия. Вот это отношение к отцам Федорова, это безумная идея, которая является собою смесь позитивизма и такого экстатического пасхального христианства, христианства воскресения, которое можно обозначить как магический позитивизм, дала на самом деле в его творчестве очень много интересных артефактов, потому что, вообще говоря, Федоров блестящий аналитик культуры. Он говорит о музее, он говорит о кладбище, он говорит о Кремле, он говорит о человеческом теле, даже о татуировках, которые человек наносит на свое тело, не забуду мать родной. То есть это некий факт памяти. Тело становится книгой памяти, на которой мы пишем некие таинственные письмена. И, собственно говоря, к культуре можно отнестись как к своеобразной дарохранительнице, сокровищнице, собирающей артефакты, артефакты, связанные с человеческой памятью. Почему человек хоронит своих покойников? И почему культура, почему религия начинается там, где человек хоронит своих покойников? Потому что это мысль о бессмертии. Он их не просто так хоронит, чтобы утилизировать никому не нужные тленные тела. Он их тайно хоронит, он их помещает в особое место для того, чтобы обеспечить им возможную загробную жизнь и возможное воскресение. Учение Федорова, которого Булгаков назвал загадочным мыслителем, оказалось очень востребованным и при его жизни, потому что им восхищались и Толстой, и Достоевский, и Владимир Соловьев, который назвал Федорова своим учителем, а его учение первым шагом в осуществлении практического христианства. И масса последователей после смерти, после ухода Федорова. Вот, например, Константин Эдуардович Цалковский, один из представителей русского космизма и отец русской космонавтики. Что такое космонавтика? Давайте построим ракету, потому что воскресим людей, это понятно, что воскресим, но как они все на Земле-то поместятся? Надо осваивать другие планеты, надо переселять их на Луну, на Марс. И вот, собственно, Цалковский, непосредственно, продолжая идею Федорова, оказывается основоположником космонавтики, показывая одну из целей освоения космоса — продолжение земной жизни. Александр Леонидович Чижевский, друг Цалковского, человек, который тоже прожил некоторое время в Калуге, получил множество образований, он был и доктором истории, и написал диссертацию на тему «Физические факторы исторического процесса». И механико-математический факультет закончил, и естественный факультет. И в своих трудах, которые некоторые считали гениальными и выдвигали их на Нобелевскую премию, другие считали его полным шарлатаном, занимался проблемой гелиофизики, то есть влияние Солнца на нашу земную жизнь. Вот есть определенные циклы эпидемий на Земле, есть циклы всплески некой социальной активности. Вот в какой-то период вдруг люди становятся более пассионарны, устраивают революции, войны. Все это кроется в неком факторе Z, то есть в глубинных сферах Солнца, которые влияют на земную жизнь. И Чижевского можно назвать философом Солнца. Есть знаменитый фильм Александрова «Весна», где есть некий профессор, который создает институт Солнца. Вот этот 1937 год. Ну, собственно говоря, я не знаю, можно ли с достоверностью сказать, но вот этот профессор может быть намеком на фигуру космиста Чижевского. Другая его сфера — это аэроионизация. Вот он ставил опыты с ионизацией воздуха и, осуществляя эти опыты у себя дома на живых существах, стремился доказать, что положительные ионы отрицательно влияют на живые существа, а отрицательные ионы, напротив, влияют положительно. И он создал лабораторию, которая существовала в 30-х годах, которая потом была закрыта советской властью, как шарлатанская, где он разрабатывал идею ионизации различных публичных пространств. Но более того, после того, как она была закрыта, Чижевского приняли на работу как главного ионизатора Дворца Советов, который должен был быть построен на месте Храма Христа Спасителя. И где сейчас снова находится Храм Христа Спасителя. То есть вот это огромное здание 300-метровой высоты, где должны были находиться публичные залы заседаний, вот Верховного Совета и так далее, Чижевский должен был ионизировать. Вот судьба этого ученого, философа, поэта, который, кстати сказать, вошел в историю русской поэзии, стал, можно сказать, выдающимся русским поэтом, художником, который написал более 300 картин, которые он продавал для того, чтобы осуществлять свои опыты и финансировать свои научные исследования. Вот это тоже судьба одного из представителей русского космизма. Валериан Муравьев, который был клерком, офисным чиновником, но писал трактат о владении временем. Время — это некая физическая реальность, это некая субстанция, которую мы можем использовать, и использовать как мы хотим, если человек демиург, если человек творец, если человек — это такое фихтовское эго, которому подвластно все, то, наверное, и время подвластно человеку. Мы можем его повернуть вспять, мы можем его ускорить. «Время вперед!» — так называлась симфоническая сюита Сверидова, с которой начиналась программа «Время» в советскую эпоху. Вот Валериан Муравьев считал, что мы способны быть хозяевами времени и использовать это в научной организации нашего труда. Сама идея НОТ — научная организация труда — это тоже идея, присутствующая у космистов. Но кроме этого, сидя в своем офисе в 20-е годы, Валериан Муравьев писал гностический трактат, который недавно опубликовала по архиву отдела рукописей Ленинской библиотеки Анастасия Георгиевна Гачева, замечательный исследователь русского космизма, трактат «София и Китоврас». Это одна из немногих законченных русских мистерий, где мы видим традиционный образ Софии при мудрости Божьей, которая вступает в некий историосовский контекст, в том числе осмысляется ее роль в революции и так далее. То есть интерес к космизму — это последний, скажем так, фактор русской философии, который исчезает в 20-е годы, потому что возникает масса кружков, масса сект, которые пытаются совместить Федорова и его последователей с марксизмом. Даже целое течение возникает — Федорова-марксизм, потому что вообще говоря, и марксизм, и федоровство — это практическая проектная философия. Интересно, что они же первые и возвращаются в контекст русской философии. Первое издание религиозного русского философа в серии «Философское наследие» происходит в 1981 году. Светлана Григорьевна Семенова, замечательный филолог и философ, исследователь творчества Федорова, Таяра де Шардена, выпустила этот том в «Философском наследии», когда вообще сам разговор о русской философии еще был под запретом, когда не переиздавались труды Соловьева, Бердяева, Розного, Шпета. Вот Федорову первому дали возможность вернуться в общественное пространство, потому что, несмотря на религиозные идеи, которые существовали у Федорова на упоминание Иисуса Христа, Пасхи, Воскресения, это был практический философ, который давал человечеству конкретную задачу. Вот давайте победим смерть, давайте воскресим мертвых. Ну а то, что для большевиков, пришедших на гребни такого революционного переустройства мира, задача победы и смерти была не последней, об этом свидетельствует и сам Мавзолей. Ведь Ленина захоронили не только для того, чтобы трудящиеся могли с ним попрощаться, но и для того, чтобы этот труп стал, по сути, первенцем из мертвых, для того, чтобы была возможность его последующего воскресения. Для этого же был создан институт крови, где Богданов делал эксперименты по переливанию крови с целью омоложения человека. То есть Федоровство, космизм, стало элементом практической философии. Здесь, конечно, вы забыли упомянуть Георгия Владимировича Вернадского, одного из ярчайших представителей русского космизма, с его учением о био- и ноосфере, как сфере, которая позволяет регулировать отношения живой материи и неживой, изменять тектонические пласты Вселенной с помощью человеческого разума. Поэтому русский космизм сегодня оказывается весьма популярной темой не только среди философов, но и среди политиков, среди практиков и среди разного рода маргиналов.